Лешенька, а как это называется? Что именно? Вот эта штука. Какая? Вот там, где ты пилил. Вот эта? Да. Это стусло. Стусло? Стусло. Чтобы пилить под разным углом, да? Да. Вот. Прорези под разный угол. А у меня какое-то другое было. Ну, естественно. И у тебя ничего с ним не получалось. Ничего удивительного. Поэтому я привез нормальное. Ну, как нормальное. Все относительно. И пила специальная? Да. Какая? Здорово. 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 Ну, мы с тобой мало спим На самом деле Мы любители что-нибудь поделать Повытворять Кстати, вот эти вот наличники Лешек тоже ты привез Но это когда на машине ты ехал Забирал их Это хорошие, как они, полиуретановые Или как они называются Вот такие наличники Их нужно будет Конечно, потом покрасить Скорее, плинтуса Они немножко потемнели От времени Это мы когда-то с Лешиком делали Облагораживали экран Да? Нет, вообще я их покупал Когда первый раз ремонт делал Я покупал их Для того, чтобы Столочные как бы сделать их Но они мне не понравились А, нам не подошли Там у нас камушки были Там была эта Жидкая штукатурка эта датская И они не подошли Ну вот, зато теперь подойдут Здесь нам домики Правда, Лешек? Конечно Мы сейчас будем их цеплять Вот сюда Вот здесь вот Закрыть нужно Вот эту щель Вот Ну, в общем, некрасивую вот это Закроем Вот, Кузьма здесь сидит Сегодня у нас была Очень холодная ночь, друзья Утром мы проснулись Даже запотелые окна были 14 градусов Вот Так что И вчера целый день Шел дождь Но он нужен Я вчера копала молодую картошку Прямо, можно сказать, в дождь Земля вообще не промокла Хотя Вот такой он Ненавязчивый Моросящий По идее Должно было все промокнуть Ну, может быть За ночь Как-то земля отошла Уж очень Она сухая была Щели Смотрите Как Не выбросила я эти штуки Сережкиного Балдахина Вот Шторка Шторка И штучки Ну, у нас тут Полным ходом Работа Да-да-да Так Наверное, все-таки Я сейчас схожу Куплю Тоненькое сверлышко Я знаю, что Я вчера ехал Клал А куда сунул Не помню Может, в карманы Где? Ну, сейчас еще посмотрю В рюкзаке Вот И гвоздики нужны Тоненькие Или у нас оставались Не помнишь? Вот тоненькие совсем Ну, которыми мы Наличники крепили Тоже я привозил Я посмотрю, Леша Я не уверена Но посмотрю Потому что мы Сделаем как? Мы будем крепить На клей Вот это все Но и В нескольких местах Буду сверлить Этот плинтус Тоненьким сверлышком И тоненьким незаметным гвоздиком Буду вот тоже Фиксировать Вот Короче, будет Будет не только На клей посажено Но и на гвоздики Так будет надежнее А потом будет Это все закрашиваться Там ничего видно не будет Гвоздик будет Не с большой шляпкой Вот есть специальные Гвоздики тонкие Которые используются Для крепления Наличников Ну, в общем Работаем потихонечку Да, ты иди покажи Что ты с утра еще натворила А, да-да-да Да, вы там не знаете Что было Сейчас вам Елена Ивановна Расскажет А может быть Даже и покажет Как это было Нет Я показывать не буду Но расскажу Вот Это столешница Теперь она Мертво держится Лешек сначала Сверлил Дырки В потолке Шкафов А потом Снизу Вот так Подбирался Вот сюда И вот там Видите Или не видите Не знаю Вот здесь Короче Саморезы На саморезы Вот отсюда Цепляла Эту столешницу Вот Сейчас мне нужно Будет ее Зашкурить Немножко Нулевочкой И вскрою Лаком Но самое интересное Это Сам был процесс Как это все Происходило Лешек говорит Что Как ты сказал Мне нужны Твои Твои килограммы Нет Какие килограммы Это у нас Твои габариты Да Мне говорит Нужны Твои габариты Я сначала Не поняла Какие габариты Ну Говорит Иди сюда Вот Залезай на эту Столешницу Садись А я буду Крепить Ну Короче Эту столешницу Нужно было Как-то Прижать Зафиксировать Чтобы Лешеку Легче было С той стороны Саморезами Все это дело Прикрепить Ну Вот я Залезла На Столешницу Уселась там И сидела Алешек крепил А я ее присверливал Да Алешек меня присверливал Говорит Подожди Подожди Еще в одном месте Надо прикрепить Чтоб никуда не убежала Так что Сиди Сиди Ну в общем Мы хохотали Я говорю Давай Камеру Поставлю Чтобы Это все Увидели Подписчики Ну в общем Леш Турни его Он обижает Пуську Вот В общем Вот такие Дела у нас Как же хорошо А то Коты прыгали А она Вся это Вся шаталась Вертелась Теперь Сейчас ее Нулевку я уже нашла Сейчас Сейчас зашкурю Ну смотри Что творится Что творится Моня Сейчас получишь А ты же вчера Была образцово показать На коне Да Вчера Вчера Лешек Это Я вообще Это не Лешек А Моня И ты Да Моня Очень вчера Себя показал Что Ну в общем Я Это его мама И не надо Посягательств На его собственность Он никогда У меня не спал В ногах То есть Всегда Пуся спала А тут Мы уже засыпать Уже темно Я говорю Кто это Тут у меня пусечка Трогаю Думаю Какая то шерстка Не такая А это Монька И в общем Это было Друзья Вот именно В тот момент Когда приехал Лешек Ты расскажи еще Про карцер Еженочный А еженочный карцер Это да Я его отправляю Закрываю В ванной комнате Там на самом деле Комната Ему там хорошо Ну это для того Чтобы я Могла выспаться Потому что Как только Я засыпаю Вот я уснула И сразу Начинается Лазание По шторам Что-то погрызть Нужно Пуську обидеть Ну в общем Начинается Какая-то движуха И Моня Отправляется Закрытой В ванную комнату Вот вы Может видели Что один из туалетов Стоит сейчас В прихожей Это Я имею ввиду Кошачьих туалетов Это вот для того Чтобы Кузьма и Пуся Смогли там Ночью Свои дела Сделать Один персональный Конечно же В ванной комнате Для Моньки В его карцере Все условия Вот вчера Не было никаких Поползновений К шуму Не было посещения Карцера Елена Ивановна Она у нас вчера Была просто Поражена И удивлена Да Красово-показательный Котик Да Леша говорит Я тебе не верю Это все не так Не может быть Это хороший котик Смотри какой котик Хороший Я говорю Да 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 Этот хороший котик Такое вытворяет Я своими глазами Видел вчера Да Хороший котик Ты мой хороший котик И сегодня Скажи Что никогда Такого не было В последнее время Да Сидим Завтракаем Он ко мне на руки Лезет Целоваться Лезет Мурчит Я говорю Ой-ой-ой Надо же Как показывает Что это Мое Моя Мама Да Вот такие У нас А Кузьма К Лешику Кузьма Это вот Лешин кот Хотя был в начале Моим Было ваше Стало ваше Да Ладно Друзья Пока прервусь Пойдем Кое-что Сделаем Ну а потом Покажем дальше Результат Уже нашей работы Ну что Зашкурила я Эту столешницу Вот такой Вот Нулевочкой И теперь Просто Кисточкой Уже тут Кое-что Нанесла Вот здесь Вот такой У меня Замечательный Лак Асента Матовый Покупала На Вайлберис Очень Классный Вот так Вот прям Наливаю Он вот такого цвета И сейчас Будем Это дело Разносить Сейчас Крашу Левой рукой Надо поменять Камеру Уж неудобно Вот таким Образом Может быть Понадобится Еще один Слой Если где-то Мазну По двери Ничего страшного Он бесцветный Так что Здесь можно Смело Красить Кстати Эту краску Когда Я красила Фронтальные панели То есть Двери Кухни Краской Туриде Сыжи Я потом Моня Молодец Давай Иди Иди Помощник Мне Тут Я потом Покрывала Вот этим Лаком Осента Это Обязательно Надо Сделать Закрепить Во-первых Красочку Эту Придется Это Делать Сейчас Вот Высох Не то Он сохнет Быстро Впитывается Хорошо И Будет Вот такая Красивая Столешница Не правда Как же Красиво Получилась Такая Тумбочка Из Старой Кухни Из Навесных Шкафчиков Пригодились Ножки Помните Ножки Пластмассовые Которые Шли Из Кухни Мы Заменили На Металлические А Эти Естественно Остались Вот Они Пошли В Этот Шкафчик Все Замечательно Смотрится Здесь Стоит Пылесос Я Убирала То Что Высверлил Лешек Когда Крепил Столешницу Ну и Вообще Потом Конечно Все Про Пылесос Наведу Порядок Пока Лешек Пошел В магазин Все Таки Понадобилась Сверлышко Какое То Очень Тонкое Не Нашли Мы У Себя Я Решила Вам Здесь Происходит Мышка Залезла Вон Куда То Туда В Обувь Изучает Там А эти Уже Баловаться И с мамкой Балуются Да 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 Вот Так Вот Такая У Нас Любовь Марусь Не Задави Его Бимка Вот Куда То Пытается Лезть Маруся Нельзя Так Ему Же Больно Такие Игры У Нельзя Мышка Марусь Отстань Отстань От Кота Что Творится Да Убегает Марусь Не кусай Больно ему Получишь Сейчас Беляшик Иди Что то Она Прям В экстазе Маруся Мышка 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 Беляш Не убежал Да Это что такое Маруся Ты с ума Сошла Что ли Укусила Ты Ты Чего Сдурела Я им Сегодня На ночь Закрывала Ящик Оставила Дверь Открытую Чтоб Маруся Ходила В туалет В веранду А ночь Была Холодная Вот Я им Вот такой Вот Жилеткой Накрыла Ящик Чтобы Ну и Маленькую Щелку Оставила Чтобы им Там было Тепло Он уже На улицу Ты уже На улицу Беляш Нет На улицу Не надо Беляш Со шторой Играете Беляш 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 Вот им Баловаться Уже Хочется Ага Зацепился Коготком Зацепился Коготком За штору Ой Вот Все Иди туда Иди Давай Давай Это туалет Учитесь Мышка Самый спокойный Это Бимка Он очень Инфантильный И самый Толстый Да Бим 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 Ты Такой Толстый Маруся Маруся Нельзя Вот Что Делает Вот Им интересно Здесь В обуви Лазить Вот Вот Давай Иди В туалет Они Походу Еще Сами В туалет Не ходят Все Делает Маруся Вылизывает Их Мышка И Беляш Они Как-то Держатся Всегда Вместе А Бим Он Сам По Себе Он Инфантильный Он Спокойный Он Очень Отличается Характером Беляш Вот Маруся Отпусти Беляш 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 Уже Мурчит Когда Его Гладишь Да Бим Толстый 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 Очень Пушистый Может Быть Из-за Этого Мне Кажется Он Вообще Сам Крупный Хотя Может Быть Шерсть Я Даже Носки Сегодня Друзья Одела С утра Ходила В огород За кабачками Чтобы Наделать Лешку И Одела Носки Решила Немножко Выйти В огород Показать Что Сейчас Здесь Происходит Уже Ложится Лук Видите Уже Ложится Капуста Вообще Гигантская Стала Но Опять Что-то Стала Жрать Не знаю Может быть Придется Брызгать Видите Дырки Я Как-то Наблюдала Здесь Такая Как Маленькая Моль Летала Прям Тучами Маленькая Маленькая Так Ну вот Я иду По Грунту И Особо Не Ну Прилипает Грязь Но Я не могу Сказать Что После того Как день Шел Дождь Целый день И ночь Ой Смотрите Какие перцы Кстати Вы меня Спрашивали Про Перец Лена Почему Вы Не Говорите Про Перец Который Из Магнита Друзья Вот Я вам Сейчас Его Покажу Я Конечно Его Поздно Посадила Но Здесь Тоже Будут Перцы Вот Видите Сколько Там Завязи Позавязывалось Перчиков Он Цветет Вот Коронный Как раз Этот Перец Срывать Не Буду Лето Жаркое Погода Наладилась Вот Если Я Посадила Его Раньше Он Был Вот Такой Как И Этот Перец Кстати Вот Тот Перец Это Темп Так Что Из Этого Магнитовского Тоже Что Будет Кстати Несколько Перцев Пропало Не Знаю Что Сожрало Вот Видите Я Бросила Как Будто Кто Откусил Ну Вот Эту Ножку И Он Так Засох Подвял Будут Выбросить Вот А Так В Принципе Перчик Хорош Посмотрите Сколько Здесь Перцев Висит Ой Вот Этот Коронный Ну Его Надо Сорвать Видите Он Застрял Между Этой Вилкой Даже Не Знаю Смогу Ли Я Его Как То Ему Помочь Чтобы Не Срывать Ну Вот Вроде То Я Его Так Вытащила Вот Не Не Буду Срывать Что То Вырасти Представляете Сколько Уже Вот Смотрите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Перцев На Одном Кустике И Он Еще Вот Еще Вот Ряд Видите Здесь Тоже Зависть Тоже Вырастет Я Надеюсь В общем Перчик Будет Вот Сколько Тут Понавязалось Вот Это Перец Темп Мне Очень Понравился Я Буду Собирать Семена Это Тот Что Я Сажала 30 Марта В Рассаду Вот Огурчики Уже Название Огурцов Не помню Пересаживала Несколько Раз Видите Уже Как Пирамидка Это Затянулось Затягивается Очень Удобно Вот Огурчики Вот Маленькие Навязались И здесь Много Очень Много Вот Ну и Помидорки Те Которые Как Вы мне Писали Я бросила На смерть Что Так Нельзя Было Делать А вот Они Растут Вот Это Дебарал Сливки Здесь Тоже Будет Прилично Так Помидорчиков И В теплице Те Которые Я Освободила Те Пошли Расти Вот Надо Будет Макушечку Подвязать Вот Это Уже Выросло Я Не Заметила Ленточку Взять Да Подвязать Вот И Выросли Очень Много Выросло Черри Навязалось Вот здесь Видите Веточка Прям Черри Их тут Этих Веточек Тьма Я Я Успела Подвязать Здесь Всего Три Куста Видите Что Я Сделала Подперла Дощечками И В общем Вот так Вот Эту Грядку Дощечками Подперла Кирпичиками Подложила И Все И Помидоры Не по Земле Вот Вот те Огурцы Которые Помирали Просто Такую Я Шпалеру Сделала На забор Прицепила Такие Вот Нитки Эта Пряжа Трикотажная Распустила И Здесь Тоже Уже Есть Огурчики Причем Их Здесь Очень Много И Такие Тоненькие Другой Сорт Видите Какой Огурец Тоненький 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 Может Быть Это Корнишоны И Вот Там Лежит Огурчик И Вот Маленький Короче Здесь Будет Много Много Огурцов Помидор Я Вот Эти Листья Сорвала Они Забили Тут Один Кустик Огурчика Вот Это Кабачки Цукини Вот Тоже Сейчас Сколько Из Кабачков Еще Буду Варенье Варить Помидорчики В общем Все Растет А сейчас Пройдем Я вам покажу Какая у меня Уже Тыква Пока До тыквы Не дошла Вот Это тоже Перец Я посадила По картошке Больше 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 Никогда Не буду Сажать Картошку Редко Послушала Совет И Пожалела Короче Сейчас Она Большая А когда Она Маленькая Она Вообще Не держит Влагу И Так Редко Сажать Я больше Не буду Ну И вот Чтобы Эту Землю Использовать Междуряди Широко Я Здесь Посадила Перчик Это Вот Как раз Тот Перчик Который Из Магнита Вот Здесь Цветочки Что-то Да Вырастет Уже Недалеко До тыквы Осталось Вот Здесь Тоже Пирамидку Заплетают Огурцы В общем Огурцы Будут Я так Переживала Что я Остану Без Огурцов Ну Потому Что Пять Раз Пересеивала Первый Раз Посадила Очень Рано По Неопытности Я Поняла Что Огурцы Растут Когда Тепло Минимум 15 Градусов Им Надо Да Я сажала Вообще Полот Собачий Был Ну Все Приходит С опытом Вот Кабачки Здесь Я собрала И варенье Варила И вот Сегодня Оладушки Смотрите Сколько Малинки Наспела Вот Она Ягода Малина Нас К себе Манила Вот Обалдеть Надо Лешеку Позвать Сейчас Придет С Магазин Скажу Иди Поешь Там Малинка Выросла И вон Еще Малинка После Дождя Прям Налилась Мало Конечно Но Вот Уже Все Равно Поели Вот Еще Один Помидор Посмотрите Который Умирающий Который Я высадила Уже Когда Прорежала В теплице Видите Сколько Тут Помидорчиков Вот И Вон Куст Тоже А Вот Друзья Я Вам Покажу Тыкву Я Под Нем Положила Дощечку Чтобы Она Не Лежала На Земле Если Пойдут Дожди Чтобы Не Дай Бог Они Долго Растут Она Не Сгнила Вот Здесь Тоже Тыквы Вот Две Видите Какие Шарики Уже Вон Какая Ну И Какой Здесь Специфический Запах Это Тыква Пахнет Тоже Лежит На Дощечке Вот Вам Еще Один Советик Вот Такие Вот Тыквы Лучше Положить На Дерево Чтобы Они Не Соприкасались С Землей И Вот Тыква Тоже На Дощечке У меня Лежит Видите Вон Какой Шарик Вот Эти Тыквы Менее Такие Раскидистые То есть Они Вьются Но Как-то Не Так А Вот Эта Тыква Она То ли Поздняя Посмотрите Раскинулось Море Широко Я Ее Перенаправляла С Картошки Она И По Картошке Вот Туда Плелась Ну Думаю Как Потом Перекладывать Копать Картошку Тыкву Позже Я Ее Перенаправила Вот Сюда Вот Но Здесь Что-то Очень Много Цветов Но Не Вижу Я Чтобы Цвели Еще Не Цвела Эта Тыква Вот Это Вообще Плетется 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 Вот Аж Туда До Забора Вот Аж Куда Она Мне Кажется И Дальше Еще Пойдет Вот Здесь Я По Весне Вот Этот Клочок Пока Деревья Не Выросли Вот Груша Яблонька У меня Здесь Я Все Засажу Клубникой Здесь Тоже Солнышко В общем Здесь Она Будет Хорошо Расти Хочу Побольше Клубники Чтобы Можно Было И варенье Варить И кушать И морозить Земля Позволяет Земля Хорошая Вот Засажу На следующий Год Весной Вот Вот Здесь Тоже Посмотрите Сколько Перцев Очень Много Очень Я Надеюсь Что Я Закрою Закрою И Наморожу Ну Какие Висят Наливаются Я Жду Когда Он Покраснеет Ну Какие Перцы Видите Видите Сколько Навязалось Самый Первый Большой И вот Молодежь Мелкие Но Они тоже Будут Крупные И Еще Дальше Цветет Все Мои Хорошие Видео Уже Очень Сильно Затянулось Такой Вот Наш День Очень Рада Что Приехал Лешек Так По мелочи Сделаем Немножечко Побудем Друг с Другом Очень Скучаю Конечно Очень Рада Этим Редким Встречам Я Вас Всех Обнимаю Всех Люблю До До скорых встреч С Вами Была Елена Сетникова Пока Пока